это явно украина вот это вот абсолютно с этим не согласен абсолютно ну ладно проехали вот это вот еще раз это ошибка на уровне земли посажено семечко должно быть символически заглублено речь идет о миллиметрах а не сантиметрах чтобы не было видно чтобы скрыть его там от непогоды от мышей а дальше все вдоль и вылезут дальше все как в этих высших фотографиях спасибо за фотографии вот так что вы мне здорово помогли только скажите свое мнение по поводу итальянского способа прививки деревьев дверью вот это для меня жуть значит естественно что выбрано дерево досмога делается так чтобы не то что это невозможно вот это вполне возможно они даже прижимаются но получить на них большой урожай невозможно вот что хотите чтобы вот эти вот рассыпенные веточки прижившиеся дали урожай отрезайте скелетные вот а еще проще как сказать может быть надо было скелетами привить мы все дерево не видим это сам принцип когда мы я тогда удивился когда еще советское время такой куст на нем веток 40 и крутейший в россии раскручивающий садовод профессор доктор наук берет секатор ой этот самый берет прививший нож и одну из 40 веток на середине не вот тут вот как я говорю в основании да основание от земли вот так или основание скелета ветки вот допустим она вот вертикальная вот как можно ниже а именно вот ветка вот такая вот вот так вот я показываю вот такая вот ветка давай сантиметра 50 и он ее берет на середине вот тут вот на газетальном участке раз и так вот крат пришпандоривает высокой каплировкой и вот она висит вот это вот садва я смотрел смотрел думал это что остальные 39 веток отрезать придется это нелогично да два яблока подошь ломается она даже не вертикальная она не несущая вот если ты это показал сам принцип как делается прививка вот так делай принципы и делай вот так вот нас учили а здесь что получается дверь засурили вставили можно только я бы не стал делать у меня сама идея как помните ускорим по отношению гвоздей забьем вот это дурь вот и это самое успеха добиться можно например испытать взять старое дерево на втыкать 10 20 30 полына пойдет на одной повесе 2-3 яблочко и там грушки его испытали много сортов но сам вариант вот это сверление для меня настолько дик что я бы предпочитал обычные методы вот смотрите старое дерево я выбрал свою когда-то я видите первый урожай вот три яблочко и он еще два яблочко это две прививки все опять яблочек а вот старая ветка я постепенно начал убирать видите а тут ветку отрезал там ветку отрезал вот но результаты я уже не добился понимаете оказывается на старом дереве уже когда-то даже говорил давайте так ну хорошо если бы я полость отпилил вот так еще что-то в несколько лет был поползно носил вот но если уж пожалели старое дерево но тоже дает прекрасные плоды то от этого толку не будет один пример второй пример центральный проводник внедрил получил две груши все все потом я пожалел вот эти ветки пожалел а эти уже чужеродные они стали развиваться еще год они погибли второй пример и третий пример мои любимые груши на яблони испытать надо надо привил плодовую ветку вот это плодовая ветка их ненавидят вот эти феи ненавидят и отрезают все подряд оставляя голый ствол с ранами их так научили вот теперь это я вам показываю самый старый мой королевский абрикос посмотришь что творится да вот он живой да вот это побег здесь все заросло по идее если бы я вылечил свое время то есть рано бы эти болезнолечие он бы давно был бы мертв самое главное но это абрикосам сто процентов касается не подходить к ним не лечить ничем они так хорошо обрастают потом и конечно распилишь что ты видишь в сирене страшную рану но дерево живое плодоносит еще будет плодоносит я специально выбрал свой старый его больше ему уже давно за 30 оно и все равно живое даже вот я всегда сужу по этим веткам если посмотреть потом вверх туда выше прирост метровый значит дерево будет жить а когда-то я взял яблоньку видите а тут близко это только кажется далеко отец метра полтора я ее она даже заплодоносила уже смену готовил после косточковой культуры надо семечко высадить после семечко в какое место освобождает семечко надо косточко высадить нормально развивается смотрите приросты вот это один год второй год третий кроме одного абрикос отказался вместо выступания вот так вот так сейчас прошел я пойду чай подогрею потом еще поговорим когда вот этот товарищ да который он наверное сорта получил на виде саженцев как иначе может быть косточки может черенки непонятно ну допустим саженцы или он даже если косточки даже если сам прием но когда-то получили дерево он начал с ними обращаться вот обрезка важнейший прием поддерживать дерево в состоянии постоянного роста конечно его калечишь она выбрасывает ветки да его калечено выбрасывает и калечено выбрасывает позволяет растению самостоятельно противостоять различным заболеваниям вот это огромная страшная невероятная ошибка я не могу вот этих специалистов которые ну как бы сказать то они же выпускники у них диплом у них звание вот у них возможности печататься есть видите сады россии а меня тогда это одну статью на 50 или потом запрет полный почему ну сказали вы что железу 50 совсем с ума сошли железу 50 перестали о том что дерево не на это что все это подлое нет не то слово страшная ошибка страшное что обрезка позволяет смотрите растению противостоять различным заболеваниям обрезка это страшное для дерева испытание страшнючая гидкая страшная и вот это пока на не остановились и вот вот этот товарищ да если он следовал этому же с чем он мог получить дерево искалечил а потом говорит неподходящий для обрезков это мое предположение так обрезку ежегодного марта согласен согласен если уж необходимость при необходимости допустимо поздняя осень понимаете после листопада зимой во время тепли вот вторая страшнейшая ошибка что во первых она противостоять заболеваниям она приводит заболевание это бесконечно это целая индустрия по уже устранению вот эти последствия обрезки зимой во время говорит разве можно это писать зимой во время оттепель а потом мороз вы что не знаете а когда же она заживет мороз он туда попадает в организм я все время рубите отдайте один палец мизинец на сечение ну спаси это а нет а что же вы это обреклито миллионы деревьев ведь понимаете в чем дело то это же не только вы это пишите это вы когда вам пришлось эту статью сочинять вы ж не не вырисовывали каждое 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 слово каждую запятую вы не как то не пытались как то что то как бы что получилось лаконичный текст это ж это не вы писали ой ну как можно вторая страшная ошибка ну каждый раз после обрезки абрикос организует массу побега это вы пишите не я но я целиком согласен массу побегов вы его искалечили он дал побеги лишнее вертикальное параллельно направление в ту сторону что такое не в ту сторону извините ученый человек понятия не имеете что такое не в ту сторону а как вы люди написали что такое не в ту сторону а Иванов Петров Сидоров загущающих вы написали абрикосов после обрезки массу побегов далее пишите их же надо удалять вырезать на кольцо до хрена было тогда его резать чтобы он дал массу побегов что вы теперь их начинаете вертикально отрезать параллельно направление в ту сторону но это я впервые вот этот термин нет это ваш уж я то начитался во ну чтобы кто то еще так писал не в ту сторону писали вниз в это сам вниз внутрь какой у вас термин не в ту сторону спирает калечим он загустится и давай дальше калечим а для чего все это я все или почти все сейчас минутку это я еще палец загну длинные побеги укорачивает чем длиннее побег тем больше укорачивает на хрена его укорачивает побеги для двух метров теперь укорачиваем 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 удавляет больные слабые поврежденные веточки вы знаете слабые нельзя удалять нельзя ни одной лишней раны Поврежденные веточки можете удалить Только не на кольцо Ой Что-то первый раз что-то умное прочитал Срезы даже мелкие Но которые находятся на стволе На стокверке необходимо замазывать Вот что-то умное, ну надо же Так Побелка, еще одна Молчу, проходили А теперь Когда вы полностью завесили Дерево, и выясной резали Осенью резали, зимой в ремонте Перерезали, укорачивали Вот Загустили, снова Уничтожали Теперь пришла пора бороться с Вредителями Вот они, а вы знаете что На моих этих нет вредителей, на моих Априкосах И в сыруе лето нет И в сухое лето нет Горько какое Смотрите Еще важно осенью после листопада Сгребать, сжигать опавшие листья В которые благополучно зимует Эффекция Там зимует то, что является Частью Пищевой цепочки Минус, плюс, плюс, минус Они жирают друг друга А в конце концов Все это достается дереву Вы знаете, я когда на улице города вижу Без слез не могу видеть Каждую весну Эти сотни гектаров Это все Граблями, граблями И возят, и возят Все это, все, что должно Кормить дерево Но Инфекция зимует И, наконец, землю под деревьями Студут содержать в рыхлом Чистом и соляковом состоянии Что такое содержать в рыхлом Перекапывает? Ну Что вы это самое Нам что, заняться больше Вечем? Ой, еще бы Кое-что Но уже не могу больше У меня сил не хватает Но А потом берет человек И получается как? Ведь Лариса Андреевна, да? Она Получается Себя подставляет В каком плане Вот человек получил И пишет Климат не подходя Для абрикосов в целом Это еще Это Как бы сказать Другой бы сказал Вы что Писали мне негодное Почему они сдохли? Ладно Вот когда он Делал Или получил Или оборачивал Вот это вот Как я делаю Ну Нашел я тут Этот самый Место Еще для одного Абрикоса Выкопал Положил Отрезал Смотрите сколько Отрезал Две трети Согласны? Или три четверти Не жалея Вот только теперь Вот здесь не будет Загнивания А смотрите Сколько земли Посмотрите Как корни Аккуратно выкопаны Это я Релиза выкопал Все равно Сильнейшая обрезка Вот эта обрезка Допустима Почему? Потому что Действительно Получается Не успеет Заплодоносить Уже склоняя До земли Вот так вот Шатром Я такие видел Люди ни разу Не подходили Вот так вот И все Ветки И до земли Вот так Ну Вот она Обрезка При присадке Это допустимо А дальше Можем вообще Теперь не подходить К нему Пусть как хочет Так и растет Вот это Вот я Уведу Вот это Вот Двадцатилетней давности Случайно Нашел Ну что Случайно У меня там Сотни стадий Таких Вот Обрезку На кольцо А Валерка Синжереза Считает Обрезку На кольцо Одной из причин Гибели Плодовых деревьев А Ну что Вы Вы этого Не знаете До сих пор А я вот так Двадцать лет Начал воевать И сейчас Воюю И знаете Что было Вот это Семьдесят тысяч Человек Меня читало Сотни Тысячи Писем И сейчас Мешки стоят Потому что Там есть бесценное Наблюдение Чтобы люди знали Что вот эту Морозобойную Нельзя замазывать Она сама Пройдет И это дерево И до сих пор живо Я еще ни одного Старика не отпилил Глубина посева Пять восемь сантиметров Тот Кто это Писал Сто Пятьдесят лет назад Он же имел ввиду Только яблони И только тут же Пересадка их Сразу Раз Они не успевают Сгнивать А тут уже Абрикос Да Это я написал Для будущей Христоматии Этот фотографий Я уже раз десять Использовал Ну посмотрите Что вы учите Чему вы учите Посмотрите Для чего Вы делаете Это самое Для чего Дерево Загущается Потоки Распределяет А вы Своим Секатором И штамбы Ваши А Фей Вернуться Назад Показать Ваш саженец Они потом Падают Как эти Как эти Томино Падают Вот вам и эти Короткие ветки Отрезаем Поменьше Большие Побольше Зачем вам урожай Грибы Вот за этим Березой Вторая береза На ней нету грибов В чем разница Наверное Это постарше Наверное Она уже больше Это самое На ней уже Медпичина появилась И у нее появились грибы Вот Вот эти самые Пятые Это дерево Никто не калечил А деревья В культурном саду Который называется Культурное Вот Они Очень рано Начинают болеть Причину Я вам уже Называл Выше А здесь Просто шел По лесу Сделал фотографию Выйдил грибы Здесь В этих местах Мертвичина появилась То есть Мертвые Клетки И В любом месте Где это удобно Скорее всего С этой стороны Теплее Может быть Еще по каким-то причинам Может быть Безветренное место Грибы Начали свою работу Они Абсолютно Безобидны Они Еще раз повторяю У меня просто Ну раз нет грибов На дереве Я вынужден Уже в лес Ити Фотографию Делать Учебную Они Совершенно Вот Представим себе Что вы взяли Ножом Срезали грибы Вот Я утверждаю Я просто Фотографию Ну как бы Более Как-то Наглядную Я возьму Залейте наблюдения Ну уже точно Что если вы отрежете В одном случае Щеткой Выделите Помните Я показывал Чем-то только Их не сдирали Эти все Не трожьте деревья Вместе с грибами Чтобы их не было Не подпускайте Сами Не подкупайте Специалистов Которые Еще и за деньги Изувечат Ваши деревья А это знаете что Это уже как бы Лирика Это как бы Как это сказать Не было цифрового Фотоаппарата В природе Не существовало Да А были просто Фотоаппараты Были гениальные Фотохудожники Они могли Нечто подобное Но не было Еще множественной Техники А сейчас каждый Может полюбоваться На это Но когда я вот На это любуюсь Да Вот на это Вот на это Вот на это Да Даже на эту инфузорию Любуюсь Господи Как сложен мир Как был неправ Дарвин Как это казалось Удобным Увидеть что Это Отвалился хвост У обезьяны Получился человек И как за Сторог Ну пусть даже За сто тысяч лет Мозг увеличился В два раза Как Ведь для этого Даже миллиарда Не хватит Там уже триллионы Это какие связи Ненародные Боже мой Но почему В 21 веке Эту дурь Убийц 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 Убийц